На этой неделе стартует первое испытание рейда Хрустальный чертог, а в ближайшие последующие 5 недель они будут меняться с первого этапа по пятый. В этом видео я расскажу про каждое из них, как выполнить каждый челлендж, чтобы получить двойную награду за этап. Первое испытание ждет вас на этапе слияния. Все что вам нужно сделать это дождаться появления виверн и подпустить их к слияниям на опасно близкую дистанцию. Дождитесь пока начнется анимация слияния этой самой виверны и лишь тогда убивайте. Так что я бы советовал использовать для этого испытания атакующие суперы вроде пустотной бомбы варлока, солнечного выстрела охотника с экзотом звездный полуночник или средней электрической ветки титана с экзотом кираса падающей звезды. То есть вам не нужно спешить с убийством виверн, дождитесь пока они начнут сливаться и тогда убивайте. Второе испытание на этапе с оракулами. Для него один игрок не может разрушать один и тот же оракул более одного раза. То есть распределитесь командой по оракулам. Их всего 7, а вас 6, так что один игрок берет на себя 2 места спауна оракула. Обычно эта роль достается игроку следящему за этим оракулом, ему проще смотреть и за ним и за центральным. Сломали оракулы первой волны, сдвигайтесь по часовой стрелке к следующему оракулу. Мы двигались именно так на Дейване и быстро разобрались с этапом. Ну и подсказывайте своим напарникам, если видите какой оракул горит, но сами не можете стрелять в него во второй раз. Третье испытание на храмовнике. До смешного простоя. Просто не позволяйте ему телепортироваться. То есть человек с реликом щитом просто прыгает по подсвеченным точкам и тем самым продлевает фазу урона, не пуская босса на телепортацию. Вообще этот босс раскидывается проще, чем боссы в затерянных секторах, так что проблемы точно быть не должно. Берите анархию, дробовики с точной рамой, мощные атакующие суперы и вперед. Четвертое испытание на предпоследнем этапе. Вам нужно следить, чтобы минотавр в защитном поле, который появляется в одном из порталов, и виверна, появляющиеся в другом, умирали одновременно. Так что просто игроки, которые в начале этапа зайдут в порталы, должны будут давать друг другу точную инфу, когда появились эти мобы и когда они их будут убивать. Допустимо погрешность примерно в пару секунд, но все же лучше не рискуйте и убивайте их на раз-два-три ультой или с тяжелого оружия. Ну а на финальном пятом испытании вам нужно сделать так, чтобы игроки, оказавшиеся в порталах на Марсе и Венере, ломали по одному оракулу. То есть вас закинуло в другую локацию, и вы не вместе стреляете по любому оракулу, а заранее решаете, кто стреляет по левому, кто по правому, а кто по центральному. И да, человеку с реликом тоже нужно будет сломать один из оракулов, для этого придется бросить релик ненадолго. Главное не уроните его там в пропасть или не погибнете без него, ну и убедитесь, что вы почистили своих напарников от дебафа до того, как бросили релик. Оказались в портале, распределились кто ломает первый, кто второй, кто третий, и так на каждую из трех волн оракулов. Вот и все, довольно простые испытания, так что ловите двойные награды за этапы каждую неделю, и желаю вам побольше гадролов. Если ролик был полезен, ставьте лайк, ну и до связи.